Рассказ эмоциональный, живого свидетеля. Я проверил, мне подтвердили, причем совершенно авторитетные источники. Дело происходит в окрестностях Харькова. Я спрашивал у людей, которые организовывают оборону и руководят обороной Харькова. Они мне подтвердили, что описанные здесь события имели место. Насколько я понимаю, они еще не были живыми свидетелями, нигде не были рассказаны. Итак, послушайте, дорогие друзья. Вася, привет, дорогой. Смотри, на Борщ приеду обязательно. Сейчас я на офисе, тут в подвале. Ездил там, ну понятно, дома был там и все. Короче, очень хорошая информация, которую мне дали. Значит, мой друг, этого нету нигде. Я вижу, что это нигде не печатают. Поэтому у тебя сейчас есть повод хорошо напечататься. Короче, он ездил вчера забирать свою маму из Казачьей Лопани. Там сейчас орки русские. Значит, и тем не менее, он там с ней созвонился. Все, она собрала сумки. И он ездил туда ее забирать. Вчера. Вот. Он бывший военный. Он там воевал в Афганистане. Ну, как бы битый парень. Мой ровесник. Вот. И говорит Леша, говорит, я видел много, но такого я еще не видел. Короче, когда он выехал за Дергачи. Дергачи, говорит, хорошо побитые. Там конкретно этих орки хренячат. Там много разбито. И все это я видел. Когда я, говорит, ехал через Дергачи на Казачку. И там получается, короче, 25 километров. Я, говорит, я охренел. 25 километров. Сотни разбитых танков, бронетранспортеров, значит, машин с пехотой, бензовозов. Короче, всего. Значит, моя жена сидела просто рядом и считала трупы. То, что только она увидела, висящих на танках трупов, там, лежащих на дороге и так далее. Она насчитала 800 трупов российских орков. Но, говорит, понятно, что этих 800, это только, которых она увидела. А те, которые внутри танков, которые там где-то за обочиной, там, мы их не видели. Их, понятно, что их там может там полторы тысячи, две тысячи, там, непонятно, трупов. Россия. Российских трупов, которые позавчера вышли просто огромной, разгромной колонной захватывать город Харьков. Все. Они уже никого не захватили. Они трупы. Вот. Значит, когда я, говорит, приехал в Казачку, там куча российских войск. Но, говорит, они настолько деморализованы, что, короче, они бросают автоматы. Их там в эти автозаки, кучу автозаков завезли. Их там по городу катают, что их там, типа, пугают, что их заберут в тюрьму. Они, говорят, короче, говорят, так, говорят, которые из центральной России, они все, говорят, идут в отказ. Все. Говорят, ну его нахрен. Хорошо, пять лет тюрьмы, но я буду живой. Потому что они просто поняли, что зайти в Харьков, это значит, ты труп. Однозначно. От тебя останутся просто одни ботинки. И только кого сейчас бросят на Харьков, это вот эта там республика Тыва, там какой-то там Ханты-Мансийск. Ну, короче, вот эти устали. Долбоебы, ты понял? Значит, потому что им пообещали, оказывается, что они квартиры получат за то, что они воюют в Украине. Понятно, что от них одни каблуки останутся или ботинки, и никто ничего не получит. Ну, они же безмозглые. Вот. А которые, говорит, из центральной части России, говорят, все идут в отказ. Все. Там деморализация полная. Вот. Поэтому вот такая ситуация, я тебе сообщаю. Поэтому вот тебе повод налить 200 грамм и выпить за нашу будущую победу. Все, Вась, давай, обнимаю. Маякуй мне интересную информацию. Ну, вот такая ситуация. Поехали! Субтитры создал DimaTorzok